О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Долгожданное возвращение из плена боевиков освободили 74 украинца. Как проходил самый масштабный обмен пленными? Премьерские рекомендации, кому глава Кабмина посоветовал уволиться? Мерседес, священник, алкоголь. Как пьяный настоятель храма в Ивано-Франковске устроил ДТП и почему за ним пришлось гнаться? Протест на колесах. Перевозчики и автодоровцы приехали к зданию правительства, чего требовали. Долгожданный обмен пленными состоялся. 73 украинца, которые находились в заключении на оккупированных территориях Донбасса, вернулись на родину. Практически сразу после освобождения с некоторыми из них поговорил президент и поздравил с возвращением. Как проходил процесс, насколько напряженной была атмосфера, первые слова и эмоции освобожденных украинцев. За всем следил наш корреспондент Геннадий Вивденко. Подробности в его материале. Семь больших автобусов перевезли людей для передачи на захваченный Донбасс. Под Горловкой, вблизи поселка Майорск, процесс задержался. Обсуждали тех, кто осужден на территории Украины, но отказался ехать на оккупированную территорию. По предварительным данным, на ту сторону передадут более 260 граждан, а не 306, как сообщалось ранее. Более 40 человек для передачи с нашей стороны отказались жить в Ордло. Как, например, Вадим из Николаева. Не советую ехать туда никому. Почему? Ничего там хорошего нету. Все. Первые три автобуса прибыли из Луганска. Вот там находятся наши военно-пленные, а также мирные жители, которые были заключены на той стороне. Буквально через несколько минут они уже будут на украинской территории. Слава! Героям слава! Военные палатки сверяют списки. На сторону террористической ЛНР передают 75 человек. Нам отдали 16. Это первый этап обмена с так называемой ЛНР. С большими сумками осужденные за сепаратизм и иные преступления в Украине готовятся выехать на оккупированные территории. Я предлагаю посадить всех три автобуса, а смешники уже потом как бы... Раздавать его. Он стал свободен несколько минут назад. Один из 16 заключенных в луганских тюрьмах. Это известный болельщик Ультрас в луганской зари Владислав Овчаренко. Он публично сжег флаг террористов и долго находился за решеткой. После первых комментариев для украинских СМИ Владу звонит президент Украины. Поздравляет с освобождением. Дуже дякую. Дякую всему Украине. Дякую родным. Дякую всем, кто приеднался за эту борьбу, за нас, за всех хлопчиков, которые прогнулись из Луганска. Дякую вам, Петр Алексеевич. Дякую. Был такой страх. Все хорошо, что хорошо кончается. Я знаю пару чек, которые еще остались в луганском СИЗО. Анатолий год назад просто поехал на подконтрольную Украине Попасную с оккупированного Первомайска за подарками для жены. По возвращению в родной город получил статью за шпионаж в пользу Украины. Я поехал скупиться продуктов жене на день рождения приобрести в Украину, потому что в Украине это дешевле. С этой юстицией, которая в ЛНР, это можно вообще невиновного человека, любого взять, и это не я один. Тут вам тысячу таких примеров расскажут. Особенно по тюрьме за эти два года, годы четыре, два месяца я прошел. Столько слышал, что вообще людей схватают, сажают совершенно ни за что. Просто бьют, жестоко бьют. Издеваются над родными, пока ты не подпишешь бумаги. Антона посадили только за то, что пел песню на украинском языке, в украинском родном Луганске. Измены родины сделали мне шпионаж, приговорили к 12 годам лишения свободы. На самом деле что было? На самом деле была украинская песня о Кианельзе, спета в караоке. Вот 8,5 месяцев я просидел в плену. К вечеру состоялся второй этап. Освободили остальных украинских граждан по согласованному списку из тюрем оккупированной территории Донецкой области. Это самый масштабный обмен между сторонами с начала войны. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Всех уже бывших заложников на нескольких вертолетах должны доставить сначала в Харьков, а уже оттуда одним бортом в Киев. В Харьковском аэропорту наших освобожденных пленных встречает Светлана Шукера. У нее знаем последние новости. Светлана, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Катя. Мы по-прежнему находимся в Харьковском аэропорту на взлетно-посадочной полосе. Обмен пленными уже произошел. И теперь 73 уже бывших военнопленных на нескольких вертолетах доставят сюда, в Харьковский аэропорт. И затем они проведут встречу с президентом страны и пересядут вот в этот большой военно-транспортный самолет Ил-76. И отсюда отправятся в Киев. Там их встретят родные. А здесь, в Харькове, пришли с бывшими военнопленными повидаться на взлетно-посадочную полосу их сослуживцы из 92-й бригады. И здесь также находятся те, кто вел долгие и тяжелые переговоры. Мы принимали участь в переговорах, которые вели себя по вызволению военно-посадочной полосы. Наша Украинская Православная Церковь – это единственная религийная организация Украины, которая принимала безусловную участь в переговорах по вызволению заручников. Я думаю, что это не все. Не можно сказать, что все завершено в этом плане. Но сделан очень большой шаг. И я думаю, что этот шаг пробил эту стену, которая стояла между нами. Я думаю, что он служит добрым начатом для будущего нашей государства Украины. В аэропорту мы встретили и родственницу одного из освобожденных военных, Романа Фурсова. Женщина рассказывает, что Роман был солдатом-контрактником, находился под Луганском, был ранен. И только из этого попал в плен. О том, что Роман находится в списках освобожденных, родственники узнали только сегодня утром. Так бы он не попал, если бы не ранен был. И плюс ко всему еще выпал снег, он был без защитки. Его бы могли увидеть и пристрелить. Хочу встретить, потому что дочка и его мама, моя дочь и его мама уехали в Киев. Ну, а вдруг его здесь оставят, а они в Киеве. И никто не будет встречать, он должен увидеть хоть кого-то. Среди освобожденных еще один харьковчанин, Алексей Кириченко. Его родственники тоже здесь, с большим букетом цветов. Но они настолько взволнованы, что отказываются разговаривать с журналистами. Среди бывших пленных, называю еще имена, Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров, Эдуард Неделяев. Их имена обнародованы на сайте парламента. Катя. Светлана, спасибо тебе за детали. Светлана Шекера была на связи со студией из Харькова. В конце выпуска мы еще раз свяжемся с ней, чтобы узнать последние новости. Тем временем в аэропорту Борисполь на военной площадке тоже готовится встречать борт с бывшими заложниками. Там находится и наш корреспондент Александр Васильченко. У него узнаем, что происходит в эти минуты на площадке. Саша, здравствуем, тебе слово. Катя, добрый вечер. Сейчас здесь усиленный режим охраны. Всех пропускают через металлорамки. Несколько часов военнопленных с цветами и плакатами ждут родственники. Некоторые из освобожденных уже связались со своими близкими. Он мне сказал, что мама, я уже на территории Украины, на своей земле. А больше я не слышала ничего, потому что я втратилась сегодня. Александр Алины к родам из Винницкой области в плену пробыл практически три года. Его родственники рассказали, что за это время он несколько раз мог с ними созвониться. Но когда боевики осудили его и отправили в колонию, связь практически оборвалась. Судьба практически всех военнопленных была под вопросом, говорят армейцы. Они утверждают, неоднократно пытались выяснить, где находятся сослуживцы и какое их состояние. Встречают освобожденных и просто небезразличные люди. Говорят, пришли поприветствовать героев Украины. Наши защитники, за которыми мы очень за них переживаем, они в полонии находились. И мы их с такой радостью, с слезами встречать будем сейчас. У меня все они родные. Бажко. Бажко. Сейчас прессу и встречающих уже пропустили к посадочной полосе. Надеемся, что после посадки сможем пообщаться с освобожденными военнопленными. Такая информация на эту минуту. Катя. Саша, спасибо тебе за информацию. Александр Васильченко был на связи со студией. Он сейчас находится на военной площадке аэропорта Борисполь. Освобожденные пленные получат всю необходимую помощь. Об этом сегодня заявил премьер. В частности, бывшим заложникам помогут с лечением и финансово. Узнать, какие проблемы у семьи и организовать работу соцслужбы, Владимир Гройсман поручил министру соцполитики Андрею Реве совместно с Минздравом и Минобороны. Мы договорились о том, что мы все сделаем для того, чтобы надать всю помощь, начиная от медичной и завершивая социальную поддержку, финансовую поддержку родин, которые много лет в очень сложных условиях боролись с величезной несправедливостью. Радостным событием, которого ожидали сотни семей, назвал обмен представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Слова второго президента Украины на своей странице в Фейсбуке приводит пресс-секретарь Дарка Алифер. Кучма отметил, что переговоры и консультации относительно обмена продолжались с начала конфликта на Донбассе, но результат стал возможен только благодаря минскому процессу. 103 человека до сих пор остаются в плену в Донецкой и Луганской областях, без вести пропавших 402. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. На сегодняшний день уже освобождены 3215 заложников. Глава СБУ распорядился активизировать работу по поиску пропавших. В кабине сегодня провели последнее. В этом году заседание правительства подводили итоги, чего и кому удалось достичь. Но не похвалой единое не обошлось сегодня и без громких увольнений, продолжит любовь кукла. Подводили итоги уходящего года в кабине сегодня довольно громко. Почти сразу после благодарности министрам за проделанную работу премьер потребовал отставки главы Украинской оборонпрома Романа Романова. Причина – долги по зарплате перед сотрудниками концерна. Контрольный термин 25 грудня. Сегодня, слава Богу, 27 грудня. Заборгованность не погашена. Я там чувствую в зворотную информацию, что они не могут это сделать. Ну, я этого не понимаю. Поэтому я сегодня подпишу подание на имя президента. А раджу руководству Украинской оборонпрома сегодня звольнитесь самостоятельно. Больше за вами працювать я не буду. Решить вопрос с долгами Гройсман приказал Романову еще неделю назад. Но тот задачей не справился. Поэтому останется ли глава концерна и дальше руководить предприятием, зависит от решения президента. Что же касается других управленцев, то они, по мнению Гройсмана, работали вполне эффективно. И год выдался удачным, особенно в экспортной сфере. В 2017 году экспорт, загальный экспорт, взрослся на 20%. За 9 месяцев это было 35 миллиардов долларов, которые подошли в Украину валютной выручки на продукцию, которая сделана украинскими руками. У нас есть два задачи. Первое, насытить свой рынок, качественную продукцию. Для этого нам нужно что? Выработка, технологии. А вторая задача, не менее важная, поддержать украинских производителей уже на мировом рынке. Первое, это пошук эффективных решений. Другое, расширение географии поставок и готовности до изменения конъюнктуры на рынках. И третье, пошук новых перспективных рынков сбуду. Задачей номер один на следующий год, по словам премьера, станет внешняя торговля не просто украинским сырьем, а и готовой продукцией. Любовь Кукла и Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер. А возле Кабмина сегодня снова протестовали. На митинг вышли представители профсоюзов автотранспортной отрасли. Выступали против новых правил перевозок, а также требовали ликвидировать задолженность по зарплатам. Добились ли своего? С подробностями Богдан Вербицкий. Громкая музыка у входа, колонны микроавтобусов и около сотни митингующих, которых вывел профсоюз автодорожников. Мы сегодня пришли до Кабмата министров, для того, чтобы вымогать, задовольнить наши вымоги. Одно из ключевых требований – не принимать новые правила перевозки пассажиров. По мнению пикетчиков, они незаконны. Маршруты должны быть включены через конкурс на определенных условиях с заключением договоров с органами влады. Эти проекты постановки предпочтают совсем другой механизм вольного доступа. По словам юриста профсоюза, перекроить сферу перевозок хочет министр инфраструктуры. Проще говоря, расширить свое влияние. А вот пострадать от новых правил могут прежде всего пассажиры. Когда выезжает автобус, который из компании, он проходит медика и механика. А выезжает, не должен быть пиан. Его проверяют, ставят подписи. Такого не будет. Любой человек сел на маршрут и поехал, когда он захотел. Министр транспорта, он рейтински захватывает перевозки. Министр Омельян, на жаль, не забезпечил разработку тех нормативных документов соответственно нашего коллективного трудового спорта. Но кроме проблем в будущем, транспортников беспокоят проблемы сегодняшние. Работникам Облавтодора зарплату не выплачивает уже третий месяц. Но Киевская область еще, так скажем, по-божески, а в других областях Украины очень плохо по разным причинам. Постоянно сборгованность какая-то да есть. Долги счисляются уже не десятками, а сотнями миллионов гривен. И только дорожникам сегодня влада винна более 300 миллионов гривен зарплаты. У них у влады нет понимания, что человек не может прожить без заработной платности. Омельян и компания сегодня пытаются перераспределить этот рынок. Они пытаются сегодня фактически завезти сюда иноземные компании. В правительстве протестующих услышали и пригласили в Кабмин обсудить проблему. Есть уже и результаты. По дорожникам сразу нашлись деньги. Сегодня максимум завтра вся поточная заборгованность по заработной плате будет гашена. А вот сам Владимир Амельян на переговоры не пришел. Что делать с новыми правилами перевозок решать будут уже в следующем году. А в Мининфраструктуру обещали создать рабочую группу. Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Бес попутал в Ивано-Франковский священник. На Мерседесе устроил ДТП. Несмотря на пост, батюшка изрядно принял, а после аварии, как на грех, еще и на утек от патрульных пустился. Далеко ли убежал? Все подробности выясняли наши корреспонденты. ДТП произошло на улице Иоанна Павла II. Мерседес не уступил дорогу и врезался в микроавтобус Volkswagen прямо на пешеходном переходе. На место сразу сбежались люди. Остановился и экипаж патрульных, который как раз проезжал мимо. Как рассказывали очевидцы подеи патрульным, водитель автомобиля Мерседес порушил правила дорожного движения, на следующее произошло изъявление автомобилей. Водитель микроавтобуса сразу предъявил свои документы. А вот мужчина, который был за рулем Мерседеса, попытался незаметно скрыться. Правда, далеко убежать не удалось. Полицейские догнали его и заставили вернуться. Вы водитель? Как вы так себе взяли, лишили машину и пошли? Патрульные повезли водителя виновата ДТП в медзаклад для осведения на состояние алкогольного спинения. За результатами обслуживания и высказок лекаря, водитель автомобиля Мерседес находится в состоянии алкогольного спинения. Личность виновника ДТП уже известна. Это священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Протеерей Андрей Дмитрук. Он настоятель храма Вознесения Господня в селе Симаковце Городенковского района. Живет его на Франковске, как раз на той улице, где и произошла авария. Почему во время строгого поста священник пьяным рассекал на элитном авто по городу, мы поинтересовались в Коломийской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Там ответили. Никакой информации об инциденте у них нет. Нам надо нечестно ведомо, кто-то был, что-то был. Доведание самим, что мы говорим, что священник, а вы кто-то не понимаете. В результате аварии никто не пострадал. Правда, скорая все же приезжала, так как пассажир микроавтобуса жаловался на резкую боль в коленях. Врачи его осмотрели, но госпитализация не понадобилась. Жанна Дучак, телеканал Интер, Ивана Франковск. Это подробности и вот что у нас во второй части программы. Легкий угон. Какие схемы используют автоворы и как от этого уберечься? Спорный памятник. Как в Одесском суде решали судьбу Екатерины Второй? Скандальная свадьба. Кого может рассорить список приглашенных на бракосочетание принца Гарри? Замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко и его родного брата Марка отправили под круглосуточный домашний арест. Такую меру пресечения избрал суд в Харькове. Напомню, на прошлой неделе чиновника задержали по подозрению в присвоении около 90 миллионов гривен из бюджета. Тогда в области провели более полусотни обысков. По предварительным данным Марченко и его брат разработали схему, по которой тендеры на реконструкцию городских объектов выигрывали фиктивные фирмы. Сегодня правоохранители обнародовали аудиозаписи разговоров фигурантов дела с сообщниками. Угнать за 60 секунд. Таковы нынешние реалии. За последние годы в Украине почти в четверо увеличило количество краж автомобилей. Грабители совершенствуют методы, а среди жертв оказываются не только рядовые граждане, но и звезды шоу-бизнеса и политики. Как уберечь свою машину, выясняла Елена Зорина. Каждые 45 минут по одной машине. Такова неофициальная статистика угонов в столице. Киев лидер в этом рейтинге. Машины уводят буквально из-под носа владельцев. Со дворов, на улице и даже на платных паркингах. Вот знаменитый красный Мерседес певицы Даши Астафьевой. Его украли прямо возле частной клиники. А это машина жены капитана донецкого шахтера Дарио Сырны. Внедорожник похитили в центре столицы. В прошлом году жертвой грабителей стал даже Саакашвили. У него увели бронированный японский внедорожник. Стоимостью около 6 миллионов гривен. Машину Юрия украли прямо со штрафплощадки. Машину отдали неизвестному человеку. Без моего уведомления, без постановки даже автомобиля на электронной торги на Ситам. То есть машину украли со штрафплощадки. Я так считаю, что она где-то в другом регионе уже ездит под другими номерами. Адвокат потерпевшего говорит, это не первый случай на штрафплощадке. До похищения машины Юрия, якобы за месяц до этого похищена была у девушки какая-то машина. Такого исполнителя никогда не было в Шиченковской исполнительной службе, в Шиченковского района. И он никогда не работал. Но печать оригинальная, синяя, стоит на документе. Сам Юрий почти месяц добивается начала расследования. Признается неизвестный. Обещали помочь, естественно, не бесплатно. Человек предлагал мне, что он знает информацию о моем автомобиле и может за определенную сумму денег подсказать, где его можно найти. Он просил, по-моему, пару тысяч долларов. Угнать автомобиль это дело максимум пяти минут, утверждает автоэксперт Александр Золотарев. Прибор выглядит точно так же, как и этот брелочек. Передает на автомобиль код открытия, автомобиль открывается. В этот момент злоумышленники считывают этот код, в принципе, нехитрыми приборами, которые сейчас можно купить везде в интернете. И тем самым автолюбители передают, так сказать, ключи от своего автомобиля злоумышленникам. Купить такой прибор не проблема. В интернете полно объявлений. Стоимость не особо кусается 300-500 долларов. Тут же и видео-мастер-классы. Знакомый нам быстрый программатор, он же заводилка. С возможностью внешнего подключения и внешней прописки ключа. Это знаменитый российский автоугонщик ВАЗ Киллер. Недавно он приезжал в Украину. Будем. И даже успел дать интервью журналистам. Утверждал в Киеве по делам. Теперь он продает оборудование, которое помогает вскрывать машины. И сказал, что Украина становится точкой сбора для преступников всего мира. Правда, столичные правоохранители говорят, в этом году количество угонов уменьшилось. Да и находить машины стали чаще. Мы зарегистрировали фактически на 400 таких злочиней меньше, чем в предыдущем году. Это немного больше 1500. Тогда как в прошлом году было 1907. И на самом деле, процент раскрытия таких правопорушений тоже нам удалось покращать. Фактически каждый пятый транспортный засед был повернутый владелям. Дабы не стать жертвой грабителей, эксперты советуют машину застраховать. И на электронику особо не надеяться. Как можно больше механических каких-то систем. Тот же мультилог на коробку, дополнительный замок на капот. На руль можно. Потому что электроника, она быстрее взламывается. Впрочем, и это профессиональных грабителей не остановит. Но заставит потратить больше времени. А тогда есть шанс их поймать на горячем. В Киеве пропал известный айтишник, специалист по блокчейн-технологиям Павел Лернер. Об этом сообщает издание страна UA. По данным СМИ, он уже более суток не выходит на связь. Его знакомые сообщили, что неизвестное затащили Лернера в автомобиль неподалеку от его офиса и увезли. Известно, что айтишник работал управляющим директором биржи криптовалют. Родом он из России, в Украине руководил стартапами, связанными с криптовалютами. В полиции сейчас проверяют факт похищения Павла Лернера. Однако, эту информацию в ведомстве пока не комментируют. Аннексия Крыма была тщательно спланирована. Стрелять по зеленым человечкам было нельзя. Об этом сегодня рассказали свидетели по делу о госизмене Януковича. Их в списке обвинения около ста человек. В этот раз успели заслушать четверых. Кто и о чем рассказал? Об этом в материале Павлина Василенко. Все сегодняшние свидетели военные весной 2014-го служили в Крыму. Марина Конолюк была помощником командующего военно-морскими силами. По ее показаниям численность российских военных на полуострове начала увеличиваться еще с января 2014-го. Ее слова подтверждает и другой свидетель. Игорь Воронченко, который был заместителем командующего войсками береговой охраны АРК. Еще с ноября 2013-го на полуостров из России стали завозить в разы больше топлива, говорит он. А на территорию военных частей Черноморского флота России зашли неустановленные подразделения. Я могу информацию, что до перебывания на базе Гладейской, поблизу Севширополя. Это подраздели, которые не дислокированы на этой базе. Из этой базы вышли БТР и вышли оружие люди, которые потом блокировали аэропорт Северополь. Во время допроса Юлия Мамчура смотрят сюжеты, которые выходили на разных каналах, где он вспоминал подробности штурма военных частей. Вопрос от защиты Януковича. Почему не стрелял? Поставили перед своими силами стариков, похилових людей, детей. За ними стояли козаки, а только третьим и четвертым угрожаем стояли они. То есть они провоковали нас на то, чтобы мы фактически открыли огонь по цивильному населению. Застосование оружия на уражение могло привести до великой кількости невинных жертв. Адвокаты Януковича говорят, их подзащитный тоже хочет участвовать в процессе. Он продолжает полегать на необходимости собственной участии, для того, чтобы лично проводить опыт соответствующих свидетельств и надавать общество и народу официально под присягой собственной свидетельствии. Прокуроры от комментариев сегодня воздержались. Завтра суд продолжит допрашивать свидетелей. Павлина Василенко, Ольга Теребинская, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Судьбу императрицы решали сегодня в Одессе. Апелляционный суд должен определить будущее памятника Екатерине Второй. Авторы иска требуют его убрать. Ответчики в лице местных властей категорически против. Итог заседания знает Андрей Анастасов. В суде усиленные меры безопасности. Сюда пришли непримиримые идеологические противники. Для одних Екатерина Вторая основательница Одессы, для других душитель украинской идентичности. Екатерина Друга это как проимперский символ. И нет основы для того, чтобы она тут стояла. Пусть они Мазепи, в Львове ставят. А наша Екатерина будет здесь. Конфликт начался 10 лет назад. Тогда в центре Одессы местные власти демонтировали монумент морякам-потемкинцам. И перенесли его в другое место. А восстановили уничтоженный при большевиках памятник российской императрице. Не обошлось без протестов. С тех пор с горсоветом судится Ассоциация казацких обществ. Ее представители заявляют, монумент потемкинцам национального значения. И для его демонтажа требовалось специальное разрешение Кабмина. В июле суд первой инстанции поддержал эти доводы. Теперь казаки требуют вернуть площади прежний вид. То есть демонтировать Екатерину. В горсовете парируют памятник морякам-потемкинцам не национального, а местного значения. Дескать, мэрия, как того требует закон, обратилась в Министерство культуры и туризма и получила соответствующее разрешение. На основании этого разрешения был перемещен памятник, а в дальнейшем принято второе решение, в соответствии с которым также был установлен памятник Екатерине Второй. Пока шло заседание, на улице митинговали. В подавляющем большинстве противники того, чтобы вопрос демонтажа вообще выносился на повестку дня. Во-первых, это является дестабилизирующим фактором. Сегодня нужно думать над тем, чтобы объединить население, объединить Запад, Юг, Восток. А власть сегодня идет по своему стандартному принципу, разделяя и властвует. В итоге суд взял тайм-аут, чтобы проанализировать представленные доказательства и дать сторонам процесса подготовиться к дебатам. Следующее заседание состоится 2 февраля. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. А вот судебное заседание еще по одному делу уже не состоится. Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство в отношении Олеся Довгова. По словам народного избранника, из-за отсутствия доказательной базы. Также нардеп опроверг слухи о якобы закрытии производства из-за давности событий. Депутат отдельно поблагодарил сотрудников САП за честное и справедливое решение. Напомню, 11 июля Верховная Рада сняла с долгого неприкосновенность. Грабители обчистили слугу народа. Преступники через окно пробрались в приемную депутата Киевсовета Александра Пабота. Вынесли компьютеры, планшеты, фотоаппарат и даже блокноты с записями о работе в округе за последние 4 года. На своей страничке в фейсбуке Пабот написал, что планшеты он собирался подарить на Новый год талантливым киевским детям. Злоумышленников разыскивает полиция. Женщины за мир передали новогодние подарки детям, проживающим на неподконтрольной территории. Инициатором акции выступила Наталья Королевская. Подарки для детей, которые вместе с родителями пересекли линию разграничения в КПП Майорск, Маринка и Новотроицка. Ранее организация «Женщина за мир» передала новогодние презенты в детдома и школы-интернаты в Авдеевке, Красногоровке, Краматорске и других городах Донбасса. Я благодарна всем женщинам Украины. Всем, кто откликнулся и принял участие в акции «Женщины за мир детям серой зоны». И мы очень надеемся, что 2018 год принесет всем нам мир, любовь и взаимопонимание. С наступающих вас. 2018. С годом мира. А сейчас с нами на связи Харьков. Здесь, в аэропорту, ожидают бывших украинских пленных. Прибыли они уже или нет, узнаем у Светланы Шекеры. Светлана, тебе слово. Какие новости? Катя, в Харьковском аэропорту все по-прежнему в полной готовности принять вертолеты с освобожденными пленными. В терминал аэропорта уже приезжали волонтеры, они передали сладости для освобожденных. В терминале ждут и чиновники, и священники, все, кто принимал участие в долгих и тяжелых переговорах. Готовы встречать кареты скорой помощи, если вдруг кому-то понадобится такая помощь. В госпиталях есть свободные палаты. По последним данным, вертолет с 73 освобожденными военными на борту должен приземлиться здесь, в Харьковском аэропорту, примерно через час. И этот большой Ил-76, на котором должны отправиться в Киев освобожденные военные, уже разогревал двигатели. Катя. Спасибо, Светлана. С нами на связи была Светлана Шекера из Харьковского аэропорта, где встречают бывших украинских заложников. Мощный взрыв прогремел в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. По последним данным, пострадали 9 человек. Все они в больнице. Самодельное устройство рвануло возле камер хранения, но взрыв был такой силы, что зацепило даже кассу. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Людей из здания эвакуировали. ЧП квалифицировали как покушение на убийство, но кто мог быть его целью, в полиции не уточнили. В Израиле опять неспокойно протестами охвачены палестинские территории на западном берегу. Причина все та же. Перенос посольств из Тель-Авива в Иерусалим. Только уже не американского. Какая еще страна решилась на переезд и кто хочет последовать ее примеру, расскажет Сергей Ослендер. И снова протесты по всему западному берегу. Стычки с военными, горящие покрышки, стрельба. Службы безопасности Израиля буквально несколько часов назад арестовали четверых палестинцев за подготовку теракта. Повод для очередных потасовок дала, как ни странно, очень далекая от Палестины Гватемала, когда объявила, что перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом заявил ее президент Джимми Моралес. В Иерусалиме этому решению буквально рукоплескали. Я хотел бы сказать президенту Гватемалы, да благословит вас Бог мой друг, президент Моралес. Ждем вас здесь, в Иерусалиме. Недавно я сказал вам, что будут другие страны, которые признают Иерусалим и объявят о переводе своих посольств. Ну вот вторая страна, и я повторяю, будут и другие, это только начало. А вот реакция арабских стран была прямо противоположной. Ордания и Египет осудили гватемальскую инициативу, а председатель палестинской автономии Аббас выразил мнение, что это серьезная ошибка со стороны Моралеса. Но процесс, что называется, пошел. Вслед за Гватемалой о переносе своих дип-представительств объявили Гондурас и Панама. Помимо всего, в сети появился предположительный список стран, с которыми Израиль ведет переговоры о переносе посольств. Среди прочих называют Словакию, Перу, Грузию и другие государства. О своих намерениях перенести дип-представительство ранее заявляли Чехия и Румыния. Впрочем, все это вовсе не означает, что завтра дипломаты начнут паковать чемоданы, и над Иерусалимом будут развиваться флаги разных государств. Все страны, заявившие о переносе посольств, оговариваются, что сделают это только после Соединенных Штатов, инициатора всей этой истории. А вот они как раз не торопятся. То это все пока что посуществует на бумаге. А если говорить о реальной жизни, то конфликт, который и способствовал тому, что до сих пор все посольства находились в Тель-Авиве, он не исчерпан, не закончен. Решение ему до сих пор не найдено. А в Иерусалиме о единстве, о объединении города говорить вообще не приходится, учитывая, что израильтяне и евреи и нос они кажут в арабских районах, арабских кварталах. Дональд Трамп вместе со своим громким заявлением о признании Иерусалима израильской столицей подписал очередной указ, откладывающий переезд посольства. Но в Израиле все равно весьма воодушевлены. Тут как раз тот случай, когда слова важнее дел. Что же касается жесткой реакции арабских стран, то гватемальский МИД объявил, переезд дело решенное, нужно только подождать. Сколько ждать, не уточнили. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Свадьба раздором. Бракосочетание британского принца Гарри с актрисой Меган Маркл может спровоцировать международный скандал. Кого из мировых лидеров не собираются приглашать на торжества и чем это может обернуться? В материале Светланы Чернецкая из Лондона. Женитьба самого завидного холостяка Великобритании, принца Гарри, состоится уже в мае. Его избранница, американка Меган Маркл и часть гостей приедет из Соединенных Штатов. Молодожены очень хотят пригласить близких друзей принца, бывшего американского президента Барака Обаму с супругой. Вот только советники королевской семьи предупреждают, это может разозлить президента нынешнего. Дональда Трампа, в отличие от Обамы, в Британии, мягко говоря, недолюбливают и грозят протестами в случае его приезда. А вот принц Гарри и Барак Обама закадычные друзья и в очередной раз подтвердили это сегодня утром в эфире британского радио. Принца пригласили редактором трехчасовой программы на BBC и дали полную свободу от выбора тем и до подбора гостей. Главным из них был бывший американский президент. Его Гарри подверг настоящему допросу с пристрастием. Рэйчел или Моника? Мне нравится Рэйчел. Хорошо, я не скажу этого Монике. Гарри или Вильям? В этот момент Вильям. Титаник или телохранитель? Титаник. Форс-мажоры или хорошая жена? Конечно же, форс-мажоры. Отличный, отличный ответ. Конечно же, форс-мажоры в этом сериале играла невеста принца. До помолвки с Гарри Меган Маркл вела довольно активную социальную жизнь и не раз публично критиковала Дональда Трампа во время президентской кампании. Так что его она точно не желает видеть на своей свадьбе. Сейчас отношения между Даунинс-310 и Белым домом далеко не безоблачные. Особенно после того, как премьер Тереза Мэй публично раскритиковала Дональда Трампа за распространение в Твиттере антимусульманского видео британской ультраправой организации. Сейчас идут консультации между представителями королевской семьи и правительством по поводу списка приглашенных. Но поскольку свадьба не будет государственным событием, последнее слово касательно гостей остается за Букингемским дворцом. И посмотрим, как разрулит эту ситуацию принц Гарри. Рискнет ли разозлить Дональда Трампа, пригласив Барака Обаму, или же поступит более взвешенным, позовет обоих президентов, либо ни одного. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин